Всем привет! Сегодня мы с вами сделаем музыкальную игрушку для ребенка. Поехали! Итак, у меня есть вот такая игрушка. Это барабан, который при нажатии на определенную клавишу играл определенную мелодию и при ударе тоже воспроизводил определенный звук. И я хочу ее переделать, так как качество звука и мелодии, которые здесь были, они не нравились ни ребенку, ни нам, поэтому я решил переделать эту игрушку. Основной переделкой это будет встраивание вот такого mp3 модуля, который довольно-таки прост в управлении и особых сложностей с ним не должно возникнуть. Давайте посмотрим, что здесь внутри. Я уже разобрал ее, раскрутил, поэтому мы будем просто разбирать. Итак, в днище мы видим кнопку, которая срабатывает при вращении самого барабана. То есть, когда барабан вращается, кнопочка нажимается. Итак, это у нас первая кнопка. Идем дальше. Батарей, батарейный отсек. Вот он у нас. И здесь у нас четыре кнопки и выключатель. То есть, четыре разные мелодии будет включения-выключения. Здесь стоит основная схема программы, динамик. Здесь у нас светодиоды, которые подсвечивают нашу форму. И также стоит пьезодинамик, пьезоэлемент, который работает как кнопка. При ударе по барабану он улавливает звуки, срабатывает принцип срабатывания кнопки. Идет сигнал и, в общем, срабатывает. Давайте мы попробуем это все дело полностью разобрать. Итак, что мы видим? Здесь у нас установлены кнопки. Вот сам чип, который все это дело обрабатывает. И, в принципе, ничего больше нет. Есть два варианта. Можно просто-напросто убрать этот чип и использовать контакты, которые здесь находятся. Либо собирать все на новой плате. Я решил просто убрать этот чип и использовать эту плату, чтобы не делать что-то новое. Итак, что я сделал? Я заменил старый динамик, поставил другой для того, чтобы добиться лучшего качества звучания. На основной схеме я обрезал все дорожки вокруг микросхемы. Контакты к модулю сделал подключаемыми. И пока что ради тестов попробуем его сейчас включить. Включаем питание. Здесь уже стоят у меня батарейки. Вот подключен тестовый провод. Пробую. Как видите, играет. Нужно только отрегулировать громкость, потому что довольно-таки громко. Скорее всего, поставлю просто резистор. Последовательно с динамиком. Для того, чтобы громкость была немножко тише. Теперь нам осталось вот эти кнопки подключить к нашему модулю. И также осталось сделать управление подсветкой, то есть светодиодами. И также подключить вот этот динамик как кнопку. К ADK1 я подключу 4 кнопки. Одна кнопка подключается на прямую к граунду. И три остальные через резисторы. От ADK2 я подключу еще две кнопки. Итого у нас будет подключено 6 кнопок. Итак, смотрим, что получилось. Я припаял несколько SMD резисторов и подключил три кнопки. Вот эти три кнопки. Еще одна кнопка. Она будет сюда подключаться. И давайте теперь проверим, работает это все дело или нет. Включаем. И пробуем какую-то кнопку нажимать. Играет. Отлично. На кнопке идет реакция. Значит, можно продолжать подключать все остальное. Схема управления светодиодами совсем не сложная. Здесь всего лишь один транзистор и несколько резисторов. Контакт 2Bizy подключается к пину Bizy нашего MP3 модуля. И вот что у нас получилось. Практически все готово. У нас осталось только подключить вот этот пьезодатчик, чтобы он срабатывал как кнопка. Именно когда ударяют по барабану сверху, чтобы он срабатывал от удара, от звука хлопка и работал как кнопка. Для этого есть очень простая схема, где используется всего лишь сам пьезодатчик, транзистор и резистор. Транзистор и резистор можно брать практически любого номинала. То есть нужно подбирать те, которые к вам больше всего подходят. Вот я взял транзистор BC547 и резистор на 510 Ом. Их я и попробую использовать. Итак, вот что у нас получилось. Подключен транзистор к пьезоэлементу. Два провода, которые у нас будут идти самим контактом. И резистор, который подключен к плюсу питания. Сейчас мы это все подключим и посмотрим, что у нас получилось. Будет ли оно работать. К сожалению, импульс с пьезодатчика слишком короткий. Его MP3 модуль просто не успевает отловить и обработать. Поэтому пьезодатчик, увы, к сожалению, мы не сможем подключить в данном случае. Ну, либо придется делать более сложную схему, которая бы отлавливала все импульсы на пьезодатчике и выводила его уже как какой-то такой серьезный сигнал, который MP3 модуль мог бы обработать. Но это не входит в цели этого проекта. Поэтому от пьезодатчика мы пока что откажемся. Итак, в целом здесь все уже готово. Все контакты подключены, светодиоды подключены, все кнопки работают. Осталось только взять наш модуль и на флешку записать все те мелодии, которые мы хотим использовать. Микро-SD карту мы подключаем к компьютеру и здесь мы создаем папку под названием MP3. В эту папку мы перекидываем все песни, которые мы хотим туда записать, чтобы они воспроизводились у нас на нашей игрушке. Теперь отключаем флешку от компьютера и теперь собираем все вместе. Итак, все подключено. Попробуем протестировать. Микроб! Попробуем протестars Итзуром в доме? Конечно! Хорошо! Все отлично работает Осталось только собрать, скрутить все проводки И отлично, игрушка готова Итак, игрушка собрана Полностью в собранном виде Включаем И, на первый взгляд, ничего не происходит Но попробуем нажать какую-то кнопку Довольно-таки громко играет Попробуем на кручение Тоже срабатывает, включается мелодия Получилась классная игрушка Которая довольно-таки качественно звучит И при этом можно сюда вставить любую мелодию Любые настройки сделать Какие будут угодно Я вам желаю успехов Пусть ваши проекты будут классные и интересные Подписывайтесь на канал Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok